Музыка Мы собираемся сегодня разговаривать о современном московском героеведении и о истории нашего города от древности до наших дней. На первый взгляд, заявленная тема, во-первых, очень обширна, а во-вторых, звучит довольно скучно. Но занимаясь проявлением довольно давно, я понимаю, что это дисциплина, которая, с одной стороны, одна из древнейших, потому что человеку свойственно объяснять мир и самого себя через то окружение, в котором он находится. Он изучает окрестный лес, он смотрит на речку, он хочет осознать, почему она такая, почему ее так или иначе называют. И в зависимости от этого объясняет себе окружающий мир. В дальнейшем многие знания, которые он получает в результате изучения родного края, идут в пользу других дисциплин и никогда не объединяясь под общим знаменателем, под знаменателем краеведения. И в этот момент настаёт как раз то самое, из-за чего мы и собрались. Собрались разговаривать о современном краеведении как крайне значимой дисциплины для самоидентичности человека. Потому что так уж сложилось, что сегодняшняя Москва – это мегаполис. Мегаполис, в котором много конфессий, в котором много национальностей, в котором объединились в единый сплав очень большое число людей. И все они хотят понять, почему именно они выбрали себе этот конкретный город или этот конкретный район. Ну, почему им здесь хорошо, а тут тоскливо, почему им тут удобно, а здесь интересно. И когда приходит современный краевед, он пытается ответить на вопросы, которые традиционно относятся либо к антропологии, либо к социологическим наукам, социальным наукам. И ищет эти ответы, и надо сказать, что, скорее всего, именно за краеведением, будущее в объяснении человека поясняют через очень простой пример. Мне повезло в одной из своих апостасей работать над оформлением помещения, в которое переехал человек из окраинного района. Он человек вполне себе обеспеченный и может себе позволить оформить через дизайн-проект купленную им квартиру. И он попросил, чтобы я поучаствовал в отборе сюжетов для, собственно, оформления стен. У меня были фотографы, мы работаем в журнале, где довольно большое число представлено памятников истории и культуры, довольно большое число сюжетов, связанных с городом. Но в течение очень продолжительного времени мы никак не могли отобрать с дизайнером, с художником, с фотографом, отобрать, собственно, весь сюжет, который подошли бы этому человеку. Но, воспользовавшись, собственно, своими навыками, понимая, что человеку надо понять, и надо выполнить заказ, я поговорил с ним и выяснил, что вырос он именно на окраине нашего города. И индустриальные пейзажи текстильщиков ему более всего приятны и значат. И это, собственно, решило проблему, потому что и дизайнер, и фотограф, и я, как составитель, собственно, либерата оформления этого интерьера, мы все отправились на места его былой славы, смотрели там уголки, нашли там ценные объекты, и эти объекты разместили на его стенах. Он принял заказ. Таким образом, мы, с одной стороны, сумели заработать денег, а с другой стороны, мы помогли человеку определиться с тем, как в новом районе ему смириться. Он еще не нажил в новом месте какого-то своего бэкграунда, а хотел забрать с собой то, что составляет его с его детства. Вот мне кажется, что краеведение как раз такой вот замечательной вещью и занимается. И здесь еще один аспект, которому стоит перейти, раскрывая тему как раз Москва от древности до наших дней. В сегодняшнем нашем мире мы, порой, оказываясь в тех или иных уголках нашего города, не очень ли понимаем, почему именно нас сюда так сильно влечет. Ну вот возьмем самое базовое освоение городского пространства, экскурсионные маршруты, и приоритет этих экскурсионных маршрутов окажется хитровка. Нет ни одного москвича или гостя столицы, который не побывал бы на этой территории. Что к этому привело? К этому привело творчество писателя-краеведа, исследователя городских пространств, в том числе трущобных пространств. Труд написан им в 1923 году на основе его дореволюционных очерков. Конечно, с одной стороны, это был некоторый родный социальный заказ, полученный от большевиков, да и уже дядя Геляй, Владимир Гелировский, был уже довольно пожилым человеком, писал по памяти, редактировал по памяти, приукрасил многие вещи, что позволяет современным краеведам разведчивать мифы, изложенные в замечательной книге «Москва и москвичи». Но важен другой феномен, важно то, что люди приходят на хитровку, что в современной хитровке им интересно и важно увидеть подлинные стены, опереться в своих знаниях или в прочитанных на ландшафт, и более того, из этого ландшафта, благодаря усилиям местного сообщества, получить дополнительные сведения с расшифровками, с датировками, с теми же самыми разведчанными легендами. И неважно, что в период, описываемый в книге «Москва и москвичи», самым страшным московским местом, возьмем его в кавычки, являлась Аржентовка, это местность между проточным переулком Новым Арбатом и набережной Москва-реки, там, где сейчас приблизительно располагается офис английского посольства, посольский дом. Там раньше была настоящая клоака, страшное место рядом с Мушиной горкой. Мушиной горкой так называется, потому что не было канализации, и, собственно, все сточные воды текли спокойно в реку, и на этой горке, естественно, накопилось довольно большое количество мух. Это народное прозвание. Сегодня мы, проходя, окажемся на Ростовской набережной и не будем себя чувствовать, не будем помнить о чем бы это ни было. Но и сегодня известнейшая смотровая площадка московская известна в очень узких кругах, она находится как раз на этой самой Мушиной горке. Люди туда не стремятся, они не знают ее местоположение, потому что они до сих пор старыми проторенными тропами ходят, которые были заложены давным-давно. И вот изучение этих давних троп приводит к тому, что город по-другому осознается нами. Другой пример, тоже близкий. Если бы мы с вами сейчас взглянули на карту начала 20 века, слава богу, такие возможности у нас с вами есть. Существуют интернет-ресурсы, где можно сравнить между собой две карты. Это базовая основа краеведения, когда ты начинаешь ориентироваться на местности, изучая то, что изучали для тебя другие. Вот, оказавшись, например, на территории Шриевой горки, глазами, глядя на эту карту, ну, например, на сегодняшний план высотного здания на Котельниках, ты в этот же момент, в 19 веке, смотришь на целую сеть переулков, которых сегодня нету, потому что при строительстве высотки на Котельниках эти переулки исчезли с карты. А помимо всего прочего, ты смотришь на одно из древнейших поселений нашего города. До московские поселения, то есть поселения, существовавшие в 9-10 веке нашей эры, деревни и некоторые прото-города, они находились как раз в этом месте. А почему, стоит задать вопрос. Сегодня на карте города мы не видим с вами реки Неглинный, и поэтому объяснить себе, как так получилось, что Кремль оказался там, где он оказался, у слияния рек, мы не можем. А раньше, до, собственно говоря, 20-х годов 19 века, у обычного москвича была эта возможность. Он понимал, что подлинное русло Неглинки проистекает вдоль стен Кремля под Александровскими садами. И впадала раньше река, впадала рядом с Большим каменным мостом, впадала в Москва реку. И таким образом организовывала треугольник, который наши клетки отгородили при помощи рва от остального пространства города и построили на этом треугольнике, построили защищенные детиницы, а после детинца выстроили уже Кремлевские стены. Такая же ситуация топографически в районе Шелевой горки. Яуза река впадает в Москва реку. На высоком берегу, там, где ты чувствуешь себя защищенным при помощи рукавов рек, при помощи русла рек, ты строишь нечто, что ты можешь защищать при подходе неприятия. И получается, что цитадель высотки на Картинниках, такое величественное здание, одна из семи московских сестер, так называемых, она построена в месте, где человек жил испокон веку, еще до того момента, как Москву упомянули в той самой летописи. Эти знания, эти данные получены нами из относительно молодого подразделения исторической науки, из археологических исследований, которые являются неотъемлемой частью науки краеведения. Все эти артефакты, особенно в нынешней среде, которые обретаются, в силу того, что современное общество воспринимает информацию очень коротко, не все готовы к лонгридам, не все готовы осваивать классическую литературу, не все готовы погружаться в изучение письменных свидетельств эпохи. Люди хотят увидеть что-то, что потом могут запостить в инстаграм, и когда они видят, например, найденный кусок изразца, или они видят, ну просто на откопе, на отвале, находят какой-то медалью, пуговицу, они верят в нее, а дальше, через то, что они у нее поверили, они начинают изучать ее историю, пошагово, по очень маленьким вешкам, и вовлекаются, собственно, в изучение истории родного города. А в дальнейшем, через те вещи, которые они выделяют, из которых они составляют определенные коллекционные ряды, они умудряются сделать, собственно, свой собственный портрет города. Они умудряются прийти к своему пониманию города. А, как известно, мы можем любить только то, что мы знаем, и поэтому, изучая Москву от древности на наших дней, в разных ее ипостасях мы можем найти объяснение самим себе. И это, мне кажется, что одно из таких, одно из важнейших составляющих этой науки и этой дисциплины, и, собственно, то, чему, наверное, на нынешнем этапе развития общества мы с вами все начинаем стремиться. Потому что я вспоминаю буквально некоторое количество времени назад, в 2000-е годы, годы относительно не тучные, люди мало интересовались, собственно, территорией, сколько интересовались выживаемостью. И постепенно с 6-го, 9-го года начали увлекаться в изучение, потому что наладили свои основные нужды, и, закрыв эти нужды, они перешли уже к вопросам, в том числе, самопознания. Еще одна интересная вещь, которую я не помянул пока, но которую стоит тоже считать важной методой краеведения, про которую, мне кажется, стоит говорить, это, собственно говоря, источники видения. Понятно, что в современном мире есть два больших сообщества, назовем их таким образом, разделим, по крайней мере. Одно сообщество говорит на языке современности, другое сообщество стремится к разговору на научном языке. Проводников смыслов не очень много. Урбанисты занимаются тем, что они рассказывают, что одна колонна марширует налево, другая направо, где логичнее устроить, какие повороты, как распределить между собой людские потоки, где нужны общественные пространства и прочее. Люди, занимающиеся, как археологи, добыванием новых знаний, готовы заниматься описанием этих новых знаний, но не готовы так уж сильно расшифровывать это перед толпами людей. И поэтому на аванс-сцену должны выходить люди, занимающиеся сохранением культурного наследия и в первую очередь занимающиеся популяризацией этих знаний. Поясню почему. Потому что мы сейчас с вами понимаем, что Москва не сразу строилась, Москва разрасталась постепенно, в Москве были определенного рода, скажем, логика построения, и от этого есть более обжитые места, есть менее обжитые места. Есть места, где расселение проходило по слободскому принципу, а есть где по национальному. есть места, где были намеренно, скажем так, осуществлялись приложения силы, а есть места, совершенно, ну, как бы, похожие на городские пустоши, хотя они вроде как застроены, но тем не менее, у них, ну, не за чем приходить, что там делать. И когда мы с вами поймем эту всю логику, когда мы с вами на основании вытащенных из разных дисциплин знаний, соединив их во единую, карту, составим себе портрет нашего города, мы придем к рисунку будущего, что еще важнее, потому что, как бы там ни было, в истории Москвы было как минимум, как минимум, два серьезнейших, ну, за них, если не провалом, это, по крайней мере, искажениями, которые привели к сбивке, сбивке логики развития. И нам с вами предстоит это все потихонечку преодолеть в будущем, для того, чтобы сделать город максимально комфортным, для того, чтобы он все-таки не, как это часто бывает с другими городами, не превратился просто в древний пустой город. И здесь опять потребуется некоторого рода рассуждения, еще раз повторюсь, в полчаса уместить историю, которой около тысячи лет, будет весьма-весьма сложно, поэтому пойдем инстаграмовским принципом, выхватывая какие-то замечательные картинки. И возвращусь к привлечению. Когда популяризаторы затевают разговор о городе, они, естественно, выбирают кричащие примеры. Гораздо легче заинтересовать аудиторию, если ты, ну, к примеру, берешь и рассказываешь легенду, неважно, ты говоришь, да, это легенда, и вот согласно этой легенде то-то, то-то, и ты это рассказываешь. Если ты рассказываешь просто сухие факты, сухие факты или даты, они мало привлекают аудиторию. В нынешний момент нашего развития этого проявления мы действительно вынуждены прибегать к легендам. Но в дальнейшем, я думаю, что когда мы выйдем на другие горизонты, мы от этого будем постепенно отходить, развинчивая эти мифы в большей степени. Итак, например, есть тема, которая очень активно муссируется и которая муссируется вот уже как раз с момента упоминания письменного нашего города. Какая дорога в нашем городе самая древняя? Многие берут и отвечают, ну, конечно же, это Никольская. Или говорят, нет, это Варварка. Она вот проходит от Фроловской башни Кремля в сторону Варварских ворот Китай-город. Самая древняя. По ней Дмитрий Носкович еще ходил. Но есть дорога, которая упоминается еще раньше. Собственно, путь, по которому можно было пройти из Владимира или из Рязани до Смоленска. И он остается в нашем городе. Но нам для этого необходимо прибыть через Таганку как раз к той самой Гончарной набережной поблизости от высотки. Затем, если бы мы с вами находились в далеких временах, Москва-река представляла бы собой весьма обмельчавшую водоем. И поэтому там был совершенно спокойно устроенный брод. По этому броду мы бы с вами преодолели дорогу, вышли на старую Тулмачевскую дорогу и по ней пришли бы к Крымскому броду. Все это было сделано по очень простой причине. Это делалось для того, чтобы люди миновали город, не заплатив пошлину с товара, проходя через этот город. А старые Тулмачи это те люди, которые переводили с тех языков, которые стекались, торговых языков, которые стекались в наш город, переводили на русский язык, рассказывая о том, какие товары лучше реализовать здесь, какие товары лучше отправить в то же самое Смоленск или вообще в Европу, потому что тогда это была самая-самая торная дорога. Так вот, цикл лекций, которые мы с вами планируем посмотреть, будет посвящен как раз вот таким вот великолепным вещам, которые как инстаграмовские карточки на старт Тулмачевский перевод, это будет Лончарная набережная, переправа, Крымский брод и многие другие вещи. И по факту это будет перевод с русского языка на русский язык, только с языка научного на язык популярный, для того, чтобы, еще раз подчеркну, сделать город ближе, понятнее от того любимее. И завершить я хотел бы простой фразы, которую когда-то сказал Сигурд Оттович Шмидт, величайший краевед, наш самый современный, мне посчастливилось с ним общаться. Мы брали интервью для нашего журнала, который называется «Московское наследие». И в Тетровке при подаче ему гранок в Тетровке указали его как москловед. Он устроил некоторый разгром, сказав, что это недопустимо. Во-первых, название москловед неучванливое. Да, оно показывает, что Москва есть некоторый отдельный феномен, который стоит изучать не как край или не как город, а как Москву. Это некорректно. А во-вторых, он сказал, что он краевед, но при этом его можно называть важным словом, которое я хотел бы, чтобы стало некоторым образом, скажем, даже девизом того цикла лекций, который предстоит. И он сказал, что его можно называть словом «москволюб». И вот это вот определение, мне кажется, что мы все в разной степени ее любим. Естественно, у нас у всех разная степень разности чувств. Но мне кажется, что чувства на то и даны нам, чтобы их развивать. Спасибо.